Всем привет! Вы на канале TradeFact, на связи Глиб. Ну что ж, сегодня у нас будет выпуск довольно неординарный, потому что мы поговорим о средней глобальности перспективы битка, то есть на ближайшие полгода, что мы можем ожидать. Подготовил довольно много интересной информации, надеюсь она вам будет полезна. Также, конечно, мы сделаем еженедельный разбор крипторынка в лице битка, как закрылась неделька, что ожидать на текущую неделю, как наиболее лучшим образом можно поторговать. Поделюсь своими идеями, пробежимся по наиболее важным событиям на текущую неделю, за прошлую неделю и в конце разберем по традиции два альта. На сегодня это будет эфир и XRP, то есть те альты, за которые вы больше всего проголосовали. Напоминаю, можете сейчас после этой фразы поставить видео на паузу и написать абсолютно три любых тикера, которые вы хотите, чтобы я разобрал. Чем больше будет комментариев и совпадений тикеров, тем вероятнее, что я эти монеты включу в следующий еженедельный разбор, который будет уже в понедельник. Итак, давайте переходим к первой, но наиболее важной теме, почему биток нас скоро удивит. Будем действовать, следовать вот такой вот хронологии. Первое, это фундамент, база вокруг которой строятся все мировые финансы, не только лишь крипторынок, это ситуация в мире. Первое, у нас идет продолжение войны между Россией и Украиной и это не на руку крипторынку, уверяю вас. У нас началась полноценная война между группировкой Хамас и Израилем. Тот самый долгий конфликт, который у нас уже идет не одно столетие, а именно арабо-израильский конфликт. То есть потенциально сейчас, да, есть группировка Хамас, есть страна Израиль, которые воюют, начинают войну между собой. Не будем сейчас разбираться в первопричинах, кто прав, кто виноват. Все сводится к тому, что возможно сейчас некоторые другие арабские страны, такие как Иран, подключатся к этому конфликту и тогда не будет хорошо никому. Это может начаться полноценная третья мировая война. Вот сейчас в такой мировой повестке мы живем и живут как раз финансовые рынки, включая крипторынок. Надеюсь, многие из вас слышали о том, что сейчас происходит в Аргентине. Я говорю сейчас о пожарах. Это, конечно же, тоже будет негативно сказываться прежде всего на экономике самой Аргентины, но и непосредственно влиять на весь мир. И, в общем, таких событий можно приводить сейчас достаточно много. Я думаю, некоторые из вас знают даже больше меня, что сейчас происходит в мире. Я просто хочу лишь подчеркнуть, что на фоне конъюнктуры таких событий, которые происходят у нас сейчас в мире, и, конечно же, многие, если вы сейчас посмотрите вообще в медийное пространство, что ожидают большая часть трейдеров, аналитиков. Да, они строят какие-то радужные прогнозы на 2025 год, возможно, наконец 2024, но на ближайшее время что все ждут? Вернее, что ждет большая часть? Это биток, который закрепится как минимум ниже 20 тысяч долларов, где только начнут инвестора, где начнут включаться трейдеры, ну, по крайней мере, по их словам, скупать биткоин. То есть это 19 тысяч, 18 тысяч. Некоторые ждут даже локальный перелой, то есть ниже, чем 15 тысяч долларов, и только там они готовы подбирать биткоин. Сейчас, по крайней мере, это витает вот в пространстве, как, ну, примерно 70-80% того, на что люди настроены. То есть на негатив, да, возможно, где-то там позитив в концу 2024-2025 года будет, но сейчас ничего хорошего ждать не стоит. Биток укадает ниже 20, альты вообще просядут на 98-99% от своего хая, и, собственно, никто ничего хорошего не ждет. И сразу хочу подчеркнуть, что обычно происходит на рынке, когда большинство топит за какую-то одну сторону. Ну, надеюсь, объяснять не нужно, что происходят абсолютно противоположные действия на рынке. Итак, мы немножко разобрали ситуацию в мире и с общими ожиданиями. Вот, надеюсь, вы чувствуете эту температуру, что сейчас все негативно, либо, если у людей нет такого негатива, им просто не интересен крипторынок. А это еще, как бы, один из поводов, о котором я, кстати, рассказывал в предыдущем видео, задуматься о том, что когда уже никто ничего не ждет, либо кто-то ждет падение, либо просто уже людям все равно, то тогда и происходят самые интересные вещи. Надеюсь, с этим немножко закрепили. Далее, что у нас происходит по техническому анализу? Сейчас просто разберем локальную ситуацию. То есть, первое, у нас есть, например, трендовая. Трендовая, которая в свое время у нас была пробита, и мы увидели хороший рост, и здесь неплохо получилось поторговать от лонгов. Но сейчас у нас ситуация обратная, биток падал. Падал довольно серьезно, как для локального, скажем, недельного падения. Мы увидели почти что 6% снижения. Это немало, с учетом того, что биток показывает сейчас волатильность за сутки, там порядка 1,9-2%. То есть, первое у нас удержало снова трендовое, которое мы пробили, мы потестировали, и мы отбили снова вверх. Трендовое сдержало падение. Круто. Если сейчас мы присмотримся, то по техническому анализу мы увидим, что мы даже не закреплялись ниже, чем это трендовое на дневном графике. Это первый хороший признак. Кстати, ребят, прямо сейчас у нас биток буквально вот только-только на глазах показал 2% роста, и мы подходим к важной отметке 27800. Еще даже не успел я дописать этот обзор, как мы уже видим, что у нас что-то происходит. Но давайте немножко продвину свою мысль, чтобы вам было больше понятно, а почему мы сейчас это видим, и может ли цена битка уходить еще дальше, и что сейчас наиболее грамотно предпринимать. Итак, когда мы убедились, что у нас, в принципе, неплохо сдержало трендовое, то мы, конечно же, обращаемся к двум важным уровням 26 и 27000 долларов. 26 мы к нему не дошли, но, в принципе, слава богу, для тех, кто холдит биток, для инвесторов, для тех, кто делал ставку на лонг, потому что подход 26, а тем более пробой, это было бы очень-очень плохо. Но мы пробили 27000 долларов, это, по сути, первый важнейший уровень, который бы нам показывал дальнейшую динамику и расстановку. И после пробоя мы увидели, что цена еще сходила, да, где-то на 1,8%, на 1,9%, и торговались мы раз, два, три, четыре, пять, по сути, только на пятые сутки пробили 27000 долларов. Следовательно, сейчас цена торгуется выше, чем 27000 долларов. Это хорошо и желательно, чтобы сегодняшние сутки мы увидели очень хороший закреп выше, чем 27000 долларов. Тогда у нас будет, скорее всего, очень неплохая положительная динамика по битку, но об этом поговорим немножко позже. То есть, первое, мы разобрались с трендовой. Далее, что у нас еще вырисовывается на графике? На графике это у нас классический клин, который берет свое начало еще с 16 августа, даже с 17 августа 2023 года. То есть, что мы видим? Мы видим, как цена вот очень четко ходит в этом клине, спускается по его нижним и верхним граням, и здесь единственное на двое суток без особого закрепа у нас был пробой, но в целом мы проторговываемся в этом клине. О чем это нам говорит? Да о том, что когда мы опускались сюда 11 и 12 октября, это можем назвать как часть трендовой, можем назвать полностью эту фигуру как клин. В общем, она сдержала это падение, и сейчас в моменте мы уже видим довольно качественный отбой более чем на 4,5%. То есть, по трендовым, по фигурам технического анализа, по важным горизонтальным уровням мы сейчас выше 27, мы остаемся в этом клине, мы не пробиваем эту трендовую, хотя мы ее оттестировали. И то есть, все смотрится, ну, в принципе, довольно неплохо. Опять же, да, это пока что для локального сценария, почему BTC нас скоро удивит, и скорее всего это будет в октябре, либо же уже в ноябре. И запомнили, что по формациям сейчас BTC смотрится довольно неплохо и крепко. Далее, ноябрь хороший месяц. Что это значит? К сожалению, я не нашел очень быстро, хотел найти картинку, где мы бы увидели статистику, как, в какой месяц показывает BTC там рост, падение. Но, в общем, хочу сказать, что если найдете, кстати, можете прикрепить ссылку в комментариях под этим видео, буду признателен, я опубликую эту статистику у себя в Телеграм-канале. Кстати, ребятки, подписывайтесь на Телеграм-канал, ссылочка на него будет в описании под видео. Телеграм-канал с аналитикой, не пожалеете, здесь выходит масса интересной информации, которая, ну, скажем, не попадает на YouTube, но к этому мы еще вернемся. Так вот, давайте, возвращаясь к графику и возвращаясь к пункту ноябрь хороший месяц. Что это значит? Это значит, что статистически за ноябрь месяц, неважно какой это год, 22, 21, 20 и так далее, за все время существования уже адекватного графика биткоина, ноябрь у нас в большинстве случаев показывают хорошую положительную динамику. Соответственно, мы не можем не брать в свое внимание статистику. И статистика нам подсказывает, что в ноябре мы можем ожидать что-то хорошее. Но далее, когда будем более подробно еще говорить о графике биткоина, расскажу от пик хорошего, куда мы можем увидеть цену биткоина именно в ноябре месяце. Себя сейчас, что нужно сделать, просто взять себе на заметку, что ноябрь классный месяц для биткоина и, собственно, для всего крипторынка. Далее. Халвинг 2004 года. А именно, он будет приблизительно в середине апреля 2024 года. Сейчас, возможно, я быстро... Вот, все, супер. Отсчет до халвинга биткоина. 173 дня, если не ошибаюсь, это немножко меньше, чем полгода, где-то 5 и 8 месяцев. Что это значит? Ни в коем случае это не работает так, как многие почему-то ошибочно думают, что у нас происходит халвинг биткоина. Вот, допустим, он произошел там, да, в середине апреля, и мы уже буквально со середины апреля, например, мы там торговались по 30 тысяч долларов, происходит халвинг, и все там в течение месяца 2 мы улетаем 60, 90, 100 и так далее. К сожалению, либо же к счастью, это так не работает и не так это очевидно. У халвинга есть как бы два последствия, положительных последствия, как может это все влиять на, собственно, весь крипторынок, но сейчас говорим конкретно о битке. Первое, это, конечно, самые сладкие предвкушения, то есть, блин, это же халвинг, это же уполовинивание награды, соответственно, математическая формула работает так, что он должен стать в два раза дороже и бла-бла-бла-бла-бла. То есть, когда у нас есть определенная прелюдия и предвкушение, это всегда все происходит заранее. То есть, сейчас мы имеем представление, что остается полгода, но в большинстве своем уже где-то на протяжении от полугода, собственно, до самого события, у нас обычно и происходят те самые включаются ожидания, которые могут драйвить неплохо цену. Это неплохо ложится в логику, что мы можем увидеть неплохой рост как раз конец октября-ноябрь месяц, Далее у нас начинается зима и у нас ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель. Получается, у нас начинается весна с марта по апрель, когда мы можем снова увидеть неплохие импульсы в силу того, если у нас зима будет какая-то затяжная, мы можем увидеть и падение, можем увидеть изнурительный флет, то как только у нас начинается весна, то мы можем снова увидеть по битку очень хорошую волатильность и, скорее всего, локальные обычаи ралли. Соответственно, давайте немножко сформулируем конкретные ожидания именно от халвинга по битку. У нас уже могут начинаться позитивные сподвижки в цене битка. Это может быть как конец октября, так и ноябрь. То есть, первый плацдарм, который лучше всего подходит для такого небольшого импульса по битку. Далее расскажу, какие пределы я ожидаю. И, собственно, весна, март, апрель, когда также биток может неплохо подрасти. Что, скорее всего, бывает после халвинга. Первые там несколько месяцев, может быть даже 3-4 месяца. Когда все засаживаются на всю котлету и думают, что сейчас мы увидим новый all-time high и уйдем вообще выше, чем 100 тысяч долларов, то, как правило, большинство наказывают затяжным падением на месяц, 2, либо же 3. И люди уже разочаровываются, просто скидывают. И только после этого очень планомерно у нас начинается рост. С этим, надеюсь, разобрались. Далее двигаемся, ребят. Что, помимо того, что, кстати, забыл этот пункт вывести, но сейчас вспомнил. Помимо того, что у нас будет халвинг, вы знаете, что сейчас рассматривается множество, порядка 10 биткоин ETF именно на спот. То есть, по сути, что это нам дает? Это дает легитимный, простой механизм для входа институциональных инвесторов, для всех возможных пенсионных фондов. В общем, ребят с очень крупными капиталами очень просто делает вход в инвестицию в биткоин. Это как-никак, вот как бы люди не говорили, что это плохо, хорошо. Это приток к капитализации битка. И это хорошо, потому что это не ETF на деривативы, где можно шортить рынок. Это конкретно ETF на спот. Что такое спот? Это покупка биткоина. По сути, если простыми словами, ETF на спот, это в основном на приобретение актива. Поэтому берем халвинг, что он попадает на весну. И берем все последние дедлайны, когда у нас будут рассмотрены именно спотовые ETF. Как раз также попадает примерно под халвинг, под начало, под середину апреля. То есть, СЭК-комиссия по ценным бумагам США должна дать уже свой конечный ответ, одобряет она или не одобряет. А сейчас в каждый месяц это все может переноситься, как долгоиграющая история. Но вот уже весной к апрелю 2024 года переносить будет некуда. И нужно будет увидеть, услышать окончательное решение. И все это совпадает с халвингом. Все это совпадает с тем, о чем мы поговорим дальше. Пока что берите себе это все на вооружение. Объемы. Что сейчас происходит с объемами? Это, скорее всего, история больше про ближайшее время октябрь-ноябрь. Но также не забывайте за весну. На что мы сейчас можем ориентироваться? Мы идем на самую ликвидную биржу, где сосредоточено больше всего объемов, вообще мировых объемов по битку. Это, конечно же, биржа Binance. И обращаю ваше внимание, что у нас происходит где-то начиная с апреля 2023 года. Обратите внимание на эти объемы. Ой, ребят, куда-то меня перекинуло. Вот, все, супер. Обратите внимание на эти объемы. Но их фактически нет. То есть на фоне пролива, когда мы лились с июня 2022 года по февраль 2023 года, даже по март 2023 года у нас были колоссальные огромные объемы. Здесь у нас вообще отсутствие какой-то инициативы, интересов как покупателей, так и продавцов. Но кажется, по объемам здесь абсолютно всем похеру на рынок. И это отчасти правдиво показывает нынешнюю конъюнктуру рынка. Что сейчас не так уже много людей, которые будут спорить, там рынок пойдет вверх, рынок пойдет вниз. Просто многие опустили руки и ушли из этого рынка. И это, да, отражается в объемах. Но обычно, когда у нас наступает такая апатичная фаза рынка, чем дольше мы видим вот такие вот объемы и чем ближе у нас, вероятно, интересные события в виде халвинга, в виде одобрения, либо же отклонения спотовых ETF, и дальше мы еще поговорим о выборах США, тем больше у нас будет какое-то очень сильное и очень крайне прорывное движение. Поэтому сейчас на такие объемы также обращайте внимание. Как только вы увидите, что объемы хотя бы увеличивается в полтора, в два раза, это значит уже то самое, скорее всего, происходит. Поэтому пока что объемы нам намекают на то, что это продолжаться долго не может, и мы очень сильно должны привязываться к событиям. Ну вот вы видите, что ближайшие сильные события, это у нас как раз весна 2024 года, и здесь уже может произойти что-то очень интересное. Теперь давайте покажу на ближайшие две недели, либо же где-то полтора месяца, что у нас происходит. Например, если мы заглянем в ленту на этих безинициативных, неинтересных объемах за последние сутки, у нас нет каких-то слишком крупных котировок выше, чем там 90 битков, но тем не менее мы увидим соотношение по статистике от 10 битков по ряду топовых бирж. Продаж 643, покупок 931, ну в общем-то неплохо, где-то разница в полтора раза, на 50% у нас больше именно покупателей. И в принципе это подтверждает ту идею, что пока что биткоин очень крепок. Вспоминаем тот самый пункт, закреп по формации МТА, где я показывал разные трендовые, где я показывал и клин, и еще другие трендовые, в общем, которые сдержали цену, сдержал 27 тысяч долларов этот диапазон. И все это, конечно же, сопоставляем с тем, что у нас прямо сейчас происходит в ленте сделок. И это, в принципе, неплохой локальный знак на то, что биток может у нас еще немножко подрастать. Теперь, когда мы поговорили о ленте, давайте добавлю за выборы США. Многие знают, что выборы в США будут уже в 2024 году, а именно, уточню, это будет осенью. И, наверное, здесь уже не все знают эту информацию, что перед выборами в США, ну, как бы, конечно, потенциальные кандидаты, нынешний президент, он очень-очень захочет попотеть и принести максимальную пользу людям, чтобы показать, что, смотрите, в экономике США у нас такая-то сподвижка, рынки показывают у нас хорошую динамику, я имею в виду за фондовый рынок США сейчас идет речь. И обычно к выборам нужно сделать что-то, нечто хорошее, о чем забывают многие люди, что реально правительство будет делать очень-очень все хорошо, чтобы нравилось людям, в том, чтобы потенциальные люди, которые хотят проголосовать за текущего президента, были довольны. В общем, к чему я это все говорю, что под выборы будут немножко подтасовывать экономические показатели, либо же стараться их вывести, показать лучше, чем они есть. И это все, конечно же, будет влиять непосредственно хорошо на фондовый рынок США. Возможно, они даже напечатают денег. Это вообще для крипторынка будет самый идеальный сценарий. В общем, не забываем про выборы США, это потенциально очень хороший катализатор, который также может немножко помочь цене битка прорваться с важных диапазонах, о которых мы будем говорить уже во второй части видео. Поэтому халвинг, потенциальное одобрение спотовых ETF и выборы в США, ребят, это те самые события, которые на ближайшие полгода очень неплохо могут задрайвить цену битка. Также не забываем ситуация в мире и приблизительные средние ожидания по больнице. Биток буду откупать там ниже 20 тысяч долларов, а может быть даже по 15, а может быть даже и ниже. И альты вообще должны укататься просто в дно, где я их буду откупать. И как обычно бывает от ожиданий большинства. В общем, биток должен нас скоро удивить. Первая волна удивлений это конец октября и собственно ноябрь месяц. И вторая волна, как по мне, это скорее всего ближе уже, когда к весне все будет либо конец зимы, либо начало весны на рынке будут происходить очень-очень впечатляющие события. И сейчас, как бы можно сказать, осенняя хандра, которая происходит на крипторынке, отсутствие интереса, уверяю вас, перекроется новым всплеском интереса. Итак, теперь давайте немножко подробнее будем говорить непосредственно о графике битка. И закончим мы предыдущий мой монолог тем, что же мы можем ожидать именно среди важнейших событий на ближайшую неделю, прежде чем перейти к графику. Итак, у нас были данные по CPI. Я обещал это сделать у себя в телеграм-канале, но посчитал, что лучше сделаю это в формате видео, в формате текущего обзора. Собственно, у нас данные ожидались 3,6, что инфляция упадет с 3,7 на 3,6. Но по факту инфляция у нас осталась безизменная. Вроде бы, да, плохо, потому что у нас ожидания не оправдались, и инфляция подросла, но с другой стороны она осталась на месте. Во-первых, хочу, ребят, поздравить все тех людей, которые торговали по рекомендации, которые я писал у себя в телеграм-канале, потому что там отработало просто все четко, как швейцарские часы. И в итоге мы уже за 3 месяца торговли CPI имеем 3 из 3 сделки, которые отработали. В общем, по выходу данных у нас была такая небольшая волатильность, негативная волатильность, негативная, боже, отрицательная волатильность, где цена битка на пике сходила на 1%, и, собственно, да, с учетом мультипликатора, то есть плеча, можно было на этом заработать. И у себя в телеграм-канале я все это дело расписал. Вот очень рекомендую, ребят, последние 2 поста. Ссылочка на телегу будет в описании под видео. Все, почитайте. Вы не будете читать историю постфактум, вы будете читать, как можно зарабатывать на определенных экономических событиях. Здесь есть вот прям конкретный алгоритм, который поймет даже каждый там третий, либо же пятиклассник, который просто умеет тыкать кнопки buy и sell и грамотно расставлять стопы и take profit. Все, для этого больше ничего не нужно. Просто должна быть набита рука. Так что рекомендую почитать, и вы немножко углубитесь, как вообще это все влияет. То есть в краткосроке это повлияло вот ровно как планировалось, и на этом можно было заработать. Собственно, у меня это получилось. Надеюсь, что у некоторых из вас это также получилось. Но давайте поговорим о более долгосрочном влиянии. В принципе, это вышло все в рамках нормы, и нам нужно было дождаться подтверждения от рынка. То есть давайте посмотрим 12 октября, что у нас в итоге произошло. Находим дату 12 октября. То есть да, мы увидели какое-то небольшое падение, Но потом рынок это все отыграл, и сейчас мы видим, что цена ушла уже более чем на 4%. Это, ребят, все очень хорошо. Это говорит о том, что у нас сейчас крипторынок показывает силу. Мы не пробили закрепом, уверенным закрепом 27. Мы не пробили многие трендовые. И сейчас, вопреки фондовому рынку, там тот же S&P 500, который летит на 1,5% вниз. Тот же NASDAQ, который от пиковых точек показывает 2,5% снижения за последние 2-3 суток. У нас, наоборот, обратная картина по битку. За последние 3 суток мы показываем 4-4,2% роста. О чем это говорит? Во-первых, что на крипторынке сейчас наблюдается некая сила. В чем заключается эта еще сила? Во-первых, помимо всех трендовых клинов, которые я вам показал, что биток себя чувствует довольно неплохо, хотел бы показать еще вот такую вот вещь, которую я вам довольно часто показываю. Но на всякий случай еще раз напомню, что мы, по сути, находимся сейчас в локальном восходящем сценарии. Каждый лой у нас выше, каждый хай у нас также выше. И напоминаю, что последний лой на спотовом рынке, а напоминаю, что спот и фьючерсы, это часто бывают разные цены. То есть разные минимумы, разные максимумы. Мы должны примыкать именно к споту, что происходит там. И последний минимум на спотовом рынке у нас был 24-864, который мы не обновили ниже. И это значит, что мы по-прежнему находимся в восходящей модели. Стукнулись сюда, сюда. И потенциально, да, мы должны сходить выше, чем 31-839. Будет ли это в ближайшее время или нет, конечно же, посмотрим. Но потенциально это уже в ноябре, либо же в конце октября у нас может произойти. Но если этого не произойдет в ближайший, скажем, месяц, то мы можем это все-таки ожидать на ближайшие полгода. И уже по ряду из причин я рассказывал, почему это может быть. Вот. Вердиктам. Данные CPI не оказали негативное влияние. Они оказали нейтральное влияние на крипторынок. И в принципе, из ближайших событий, это, конечно же, 1 ноября решение по процентной ставке. Но на текущий момент у нас всего лишь 9,7% за то, что ставку повысят на 0,25%. То есть 25 базисных пунктов. Но сейчас огромное количество, немного более чем 90%, в сторону того, что без изменений останется процентная ставка. Где у нас могут подлиться детали, сразу намекаю, ребят, 19 октября, по-моему, это будет вечером, будет выступление Джерома Поула и других представителей ФРС США, где может проясниться какая-то информация. Если что-то появится интересное, то, конечно же, буду писать у себя в телеграм-канале. Так что подписывайтесь. Снова напомню, что ссылочка будет в описании под этим видео. Итак, возвращаемся дальше к нашему плану. Мы поговорили о CPI, что, в принципе, это в рамках ожиданий. Да, немножко хуже, но в целом крипторынок выглядит надежно на этих данных. Рассказал, что также будет выступать Поула 19 октября. И, ребят, отчеты. Отчеты, кстати, можете посмотреть в телеграм-канале. Это, получается, третий пост, что с сегодняшнего дня, собственно, с текущей недели у нас отчитывается ряд компаний. Можете посмотреть, какие это компании. И, в принципе, это все будет сказываться на волатильности, как фондового рынка и крипторынка. В принципе, более важных событий на текущую неделю у нас не намечается. Разве что это будут появляться какие-то новости, форс-мажоры, либо приятные новости. Но из того, что заранее известно, я обо всем вам рассказал. Теперь, мои ожидания и действия по рынку. Как торговать биток? Ну, собственно, прямо сейчас уже идет воплощение сценария, о котором я намекал в начале видео, что у нас локально на октябрь, на ноябрь смотрится все довольно неплохо. Но давайте посмотрим, что мы уже, в принципе, подошли к важной зоне 27800-28300. Еще у нас есть интересная зона 28300-28900. И давайте вернемся к этому изображению, где есть у нас клин. Как здесь можно интересно поработать? Здесь у нас есть интересная шартовая зона. И шартовая зона, она начинается вот приблизительно в таком диапазоне. Район 28000-28900-29000 долларов. Это довольно интересная зона, чтобы попробовать пошартить. Соответственно, с выносом стопа за 30000 долларов. Где-то 30200-30300 было бы довольно хорошим и надежным стопом. В таком случае, что мы можем получить на текущую неделю, может быть, даже на текущие где-то полторы-две недели, я не ожидаю слишком резких всплесков волатильности. Несмотря на то, что мы сейчас неплохо подрастаем, получается, да, за сутки уже видим район 3%, у нас может случиться следующая картина. Что глобальных у нас сейчас, либо каких-то локальных причин для роста. Но есть они в виде технического анализа и закрепа над определенными трендовыми, над определенными уровнями. Но новостных инфоповодов, помимо таких отсроченных, как хаулинг, выборы в США, спотовый ETF, битка, они, думаю, будут отыгрывать немножко позже. А на текущую неделю мы вполне себе можем увидеть вот как раз ход цены примерно в этом клине, может быть, с небольшими его пробоями, там куда-нибудь к 29500, 29600. Соответственно, вот сугубо по постулатам технического анализа, как по мне, вот этот весь диапазон, то есть от 28 до 29 тысяч долларов, у нас интересный шортовый диапазон. Опять же, надо будет посмотреть, что мы будем видеть на 4 часах, как у нас будет закрываться дневка, но в целом, как по мне, отсюда можно попробовать пошортить. Главное, выносить стоп выше, чем 30 тысяч долларов. Ну и, соответственно, чтобы ваш потенциал и риск-прибыль был там как минимум 1 к 2, а еще лучше 1 к 3 и больше. Тогда можно будет как бы довольно находить интересные сделки. Теперь, что касается моих текущих позиций, после того, как мы все-таки отбились отсюда, здесь не крепились ниже, после того, как мы отбились от клина, и когда мы начали выходить за 27 тысяч долларов, у меня были взяты лонги, лонги у меня были взяты примерно 27 120, 27 150, что я имею на текущий момент. Конечно же, мои стопы были вынесены вот за эти уровни, не помню точно, но это было ниже, чем 26 500, 26 400 чем-то, и на текущий момент у меня уже где-то соотношение 1 к 1,5, что для меня не очень интересно, чтобы прямо сейчас начинать фиксировать, но что вы должны понимать, если вы также сидите в лонговых позициях, что для меня вот начинается первая зона, где я сбрасываю лонги, здесь у меня будет сброшено немножко больше половины 60%, и в случае, если мы заходим сюда, здесь у меня будут сброшены оставшиеся 40%. То есть, прямо сейчас у меня, скорее всего, сработали первые ордера, и у меня уже порядка 10-20% позиций закрыто по лонгу. После того, как я закончу записывать это видео, я буду переносить свойство в безубыток, и дальше уже посмотрим, что будет происходить с рынком. Кстати, на этом снижении у меня получилось, я рассказывал об этом в предыдущем видео, может кому-то будет интересно, закрыть уже почти что большую часть своих шартовых позиций. А шартовых позиций у меня закрыто порядка 80%, и где-то здесь, я думаю, меня уже как раз выбило по безубытку. То есть, я никогда не стараюсь придерживаться до конца, до победного. У нас сейчас там шартовая, у нас лонговая ситуация. Как только рынок дает мне определенные подсказки, подходит к нужным уровням, я моментально могу переворачиваться в шарты, могу переворачиваться в лонги. То есть, на текущем рынке, грубо говоря, мы сейчас по-прежнему последние 2 месяца находимся, в флете, в коридоре там в районе 10-12%. То есть, говорить глобально, что мы там падаем, растем, нет. Поэтому мы и должны работать по тому, что нам дает технический анализ, по этим пониманиям, и тогда мы уже открываем свои сделки. То есть, сейчас, если ситуация лонговая, то лучше все-таки эти лонги потихоньку начинать фиксировать. То есть, допустим, прямо сейчас набирать свои лонговые позиции, это не очень умно, потому что у нас потенциала становится все меньше и меньше. Ну, по-хорошему, да, еще около там 3%. Ну, как по мне, это маловато. Мы находимся выше уже там средины этого канала, либо же клина, неважно, как это мы назовем. Но, когда мы приходим к нижним границам, то, конечно, здесь подбирать позиции интересно. Аналогично, как бы, я пытаюсь донести идею, что если мы сейчас дальше еще немножко увидим рост, то стоит задуматься над шартами, потому что вряд ли сейчас мы будем куда-то глобально прорывать рынок. Но, если это даже произойдет, то обязательно страхуйте себя стопами, чтобы у вас стоп никогда не был для вас каким-то непредсказуемым убытком, чтобы это не било сильно по вашему капиталу. То есть, вы всегда должны соблюдать риск-менеджмент. И даже если сделка, вот сейчас, вопреки моим словам, да, мы увидим какой-то пробой там на 32 тысячи долларов, и вообще, как бы, локальный у нас идет перехай, ну, как бы, отлично, я потеряю ровно столько, сколько я заложил свой стоп. Поэтому рекомендую вам, как бы, задуматься над своим риск-менеджментом. Но, все-таки, стоит использовать наиболее вероятные события, что 60-65%, что мы будем ходить где-то в этом коридоре, и здесь можно будет поработать. Это, собственно, мои мысли, действия и сделки, которые я совершаю и буду совершать на протяжении этой недели. И теперь давайте перейдем к разбору эфира и XRP. Это те монеты, за которые вы проголосовали больше всего. Напоминаю, прямо сейчас можете написать 3 тикера абсолютно любой монеты, которые вы хотите, чтобы я разобрал любых монет. По эфиру и по лайту, как, надеюсь, вы уже понимаете, что очень многое будет зависеть от того, что у нас сейчас будет происходить с битком. Кстати, некоторые меня спрашивали, а почему мы здесь по эфиру как бы стукнулись, но особо там не обновили свои лаи, когда у нас биток ушел ниже. Это потому, что диапазон 1000, давайте округлим, 1500-1560 по эфиру, это 4% диапазон. Исторически у нас очень крепкий, и в принципе отсюда набирать свои какие-то ланги, как со стопом, но желательно стоп выносить под этот хвост, то есть не сюда, не сюда, а сюда. Это довольно релевантная, интересная зона. И пока что эфир у нас вырастает не так сильно, как биток. То есть вот эта вся зона у нас для локальных лангов с выносом стопом сюда довольно интересно. Ну а соответственно ближайшие зоны у нас сопротивление это 1620-1630 первая зона, и вторая зона у нас уже 1690-1720. Это по ближайшему раскладу по эфиру. Глобально ничего не поменялось. У нас есть такие среднестатистические зоны от 1420 по 1720, которые интересно набирать как на средний срок, так и долгосрок. Ну и более такие глобальные зоны для разгрузки. Зона 1 и зона 2 здесь у нас без изменений. Пока что да, эфир у нас вышел из глобального восходящего канала, пробил трендовую. И прям если говорить о каких-то ближайших там нескольких неделях, мы можем увидеть от 20 где-то до 30% роста. Опять же в случае, если биток также будет показывать положительную динамику. Теперь давайте переходим к XRP. По XRP у нас ситуация в принципе неплохая. Неплохая именно локально, потому что мы сходили ровно в тот уровень, где мы были 11 сентября, и отсюда цена уже отбилась где-то на 7,5%. Мы по-прежнему находимся у нижней границы восходящего канала, но тем не менее мы пока что не обновляем локальные минимумы. Это для XRP хорошо. И что мы можем увидеть, если у нас сейчас весь рынок будет подрастать? Собственно в одну уже из таких зон мы ударились. Это район 49-50 центов. Это как первая ближайшая цель, куда мы уже только что пришли. Но потом у нас открываются цели уже от 52 и вплоть до 55 центов за XRP. Но если мы уверенно закрываемся выше, чем 55, то в таком случае мы можем подходить. Первая у нас зацепка идет 56,5-58,5 центов за 1 XRP. Это по локальному сценарию на ближайшую неделю 2, что мы можем увидеть. Опять же, да, в случае, если у нас сейчас по битку идет обратная динамика и не увенчается успехом этот рост, то мы тогда можем падать, можем падать снова в эту зону. Ну а там уже нужно будет посмотреть. В принципе, у нас пик падения может прийтись и на низ этого восходящего канала. В зависимости от того, когда мы сюда будем подходить, это может быть район 42-44 центов за 1 XRP. Все, ребят, надеюсь, такой обзор был для вас полезен. Если это так, то поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик. Также подписаться на телеграм-канал и посмотреть обязательно предыдущие 2 поста. Если что-то осталось непонятным, можете задать грамотно сформулированный вопрос в YouTube комментариях под этим видео. Я на него дам ответ. Можете поставить себе сейчас на паузу, сделать скрин этих событий и смотреть, как меняется ситуация в мире, что происходит по закрепам, халвинг, объемы, выборы в США, чтобы это у вас всегда было под рукой и вы понимали, на что стоит обращать внимание и как минимум тогда понимать, ну, такой средней глобальности тренд на ближайшие полгода, что будет с битком. Ребят, завершу этот выпуск. Совершенно забыл сказать, какие мои ожидания на полгода, что мы можем увидеть по битку. Минимум, о котором я уже давно говорил, это 37.42. И, собственно, максимум в моих же ожиданиях, конечно же, мы можем уйти выше, чем этот максимум. Ребят, это 45-48 тысяч долларов до момента халвинга BTC, то есть до апреля 2024 года. Мы вполне себе можем увидеть, а почему, я уже рассказал на протяжении этого видео. Теперь окончательно с вами прощаю. Всем желаю хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok